Всех приветствует Компьютерная Академия! Сегодня нам приспичило накатить на нормально работающую 11 винду 23H2 новый релиз, который оказался у нас на просторах интернета 24H2. Мы его нашли на сайте comss.ru, ссылочка у нас будет в описании. Скачали последний релиз версии 24H2. Буквально недельку назад его еще не выпускали, обновления не выпускали, какие-то там были проблемы, но в данный момент времени сайт comss.ru сообщил, что есть у нас такая возможность и от нечего делать ведущий нашего канала. Поддумал, подумал и сказал, ну-ка давайте мы попробуем накатить на нормально работающую 11 винду 23H2, активированную, работающую, получающую обновления, не задающую никакие вопросы и попробовать накатить туда 24-ю. Потому что по новостям сказано было, там у нас капилот лучше работает, отдельное приложение будет и так далее. Вот посмотрите, у нас же правильная система стоит, да. Заходим на систему, проматываем сами вниз, о системе. Соответственно, наблюдаем нашу систему, она очень красиво подходит, да, и процик у нас нормательный, подходит 2 по 8, 16 гигабайт. Все как бы пыхтит и работает. Никаких проблем, в принципе, как бы и нет. 23H2. Ну вот, нечего делать, захотелось нам немножечко пошалить и накатить систему 24H2. Якобы лучшую и якобы самую интересную. Итак, наша задача скопировать из флешки данный релиз и сообраз. А диск C можно закопировать до лампочки, если честно. Мы будем накатывать на систему с сохранением всех файлов, всех настроек, всех директорий и так далее, и тому подобное. И я надеюсь, у нас сохранится активация нашего продукта. Эти опыты у нас проводились на канале компьютерной академии. Мы делали так, накатывали на определенный релиз 11 винды, более новый, более интересный. И у нас получалось, да. Мы также вот переходили на 23H2. Вполне прекрасно, без каких-либо вопросов. Тоже ISO образ, Setup XE. Соглашались. Ставили в определенном месте определенные галочки. Сейчас я вам как раз и покажу. Итак, Setup XE. Но просто так его запустить не получится. Его надо, этот архив, не извлекать, а просто по клавише F5 его извлечь. В эту же папочку. Чтобы наши... Да-да-да, вот если мы даже попытаемся запускать Setup XE от имени администратора, это не получится и так далее. В данный момент просто кнопочка F5 распаковать. На нормальной машинке он распаковывается довольно-таки быстренько и так далее. Пробовали извлекать архив. Там у нас Setup XE куда-то исчезал. А когда мы его просто распаковываем в пустое место папки, он у нас вылазит оттуда в лучшем виде. Итак, Setup XE. Знакомая вещь. Setup XE. Нажимаем. Можно его запустить от имени администратора. Это будет лучше, это будет полезней. Ждем. Подготовочка. Цифры и так далее. И обязательно надо нажать настройки. Настройки. Ибо могут быть. И вот как раз тут не сейчас надо ставить. Никаких загрузка обновлений. Никаких. Потому что если мы поставим загрузку, то у нас выскочит в определенный момент приятное сообщение, что не удалось что-то там поставить. Итак, что мы убираем? Для образовательных учреждений у нас до этого было. Ну, в принципе, соглашаемся для образовательных учреждений. Хотя можно и что-то и получше. Да, согласен. Идет проверка нашего компьютера. Не мешаем. Не перезагружаем машинерию и так далее. Здесь у нас все тихо и спокойно. Соответственно, проматываем до конца. Просто до конца проматываем. У нас активируется кнопка принять. И, соответственно, сохранять файлы, настройки и приложения. Да, мы вот именно таким макаром нам надо. Нам не надо чистую винду. И идет у нас уже подготовка. Подождите, говорит, несколько минут. Это бывает очень долго. Соответственно, мы убыстряем весь этот процесс. Так, нам предлагают немножко подождать. Далее, а потом мы переходим на синий экран. Потом у нас есть перезагрузки определенные. И черный экран с предложением почти готово. Подождите еще. Итак, мы попадаем на выборы параметра конфиденциальности для этого устройства. Всякие рекламы нам предлагают и так далее. Рукописные вводы, индивидуальные возможности и так далее. Я здесь ничего не включал, потому что она в данный момент мне, в принципе, как бы и не надобная. Принимаем все условия и попадаем на первую страницу. Это у нас ноутбук. И на нем все остались мои программы. В принципе, как бы и ничего. Так, всплывающий у нас таскбар. Соответственно, новые обои у нас появились. Да, разрешаю, в принципе. Параметры. Давайте посмотрим, что у нас по параметрам. Что у нас за системка. Система. Далее вниз проматываем. По системе. 64. 16. 24H2 у нас стоит. Ну, это хорошо. Это нас радует. Не активировано. У нас слетела активация. На 23H2 у нас была активация правильная, честная и так далее. В данный момент у нас активация слетела. Что-либо предпринимать. Ну, тут такое дело, ребятки. Тут надо смотреть, тут надо пробовать и так далее. Можно проверить наличие обновлений. Обновления, в принципе, приходят для этих версий. Они уже выпускаются. И никаких проблем, в принципе, по версиям мы не... То есть, по обновлениям версии 24H2 не наблюдаются. Соглашаемся, в принципе. Ничего там плохого, в принципе, как бы и нет. К расположению, ну, в принципе, пока что, как бы и нет. Все расположение. Все расположение хотят нам, у нас узнать. Итак, пройдемся по настройкам. В панели задач ничего такого у нас нет. Скачивание идет, обновление. Это долго, как я понял. Это долго. Можно пройтись по нашей новой уже системе. Все как бы есть. Все мои программы есть. Аматор-радио есть и так далее. Нам интересно вот найти, а есть ли здесь капилот. А капилотом что-то в этой версии не пахнет. Хотя по новостям у нас было объявление, что у нас капилот, отдельным приложением уже работает и так далее. У этой системы все хорошо. Но что-то мы вот как-то вот не видим этого дела по всему нашему списку установленных программ. Также в процессе работы в самой системе, вот в новой, я заметил тормоза, как ни странно были. Подтормаживание некоторое, задумчивость была и так далее. Конечно, естественно, видео вы это дело не увидели. А в процессе записи видеоролика я попадался. Я попадался на некоторые нюансы, если честно. Подтормаживание было. Вот система не активирована. И, между прочим, никакие фокусы тут не проходят. 24 H2 с фокусами не дружит. Но мы ближе как раз идем к этому моменту и так далее. Активация. Пробовали решать вот это вот дело, пробовали решать это дело, но что-то у нас было не то. Почему оно снесло нашу предыдущую активацию, нам пока что не ясно. Ну, хотя на форумах пишется, есть информация, что, грубо говоря, у нас с этим вопросом туговато. 24 H2 получение, то есть накатка на старую систему с сохранением активации. Это у нас идет обновление, соответственно, мы быстренько все это дело промотали. Обновление получено, выполнено и так далее. Все как бы одно и то же. Нет никаких контрольных точек про 24 H2. Здесь пока что речи не идет. Попадаем обратно. Дополнительные сведения. Справа вверху ярлычок есть. Дополнительные сведения. Это как раз, да-да-да, здесь описывается вот этот скриншот. Откуда, где, как и зачем. Не видим никаких, никаких, будем говорить так, не видим капилотов в данной системе. Что-то нового, ну, если честно, как бы мы тоже не заметили. Что-то нового я тоже не увидел. В то время переключений, здесь-то не видно, а так вот в работе, когда я еще не снимал, обращал внимание, что вот некоторые нюансики есть. Подтормаживание было, фризы были по-любому. Проводник якобы. Ну, проводник, в принципе, ничем не отличается, как и на 23H2. Никаких проблем, в принципе, нет. И еще в данный момент не активировались еще два диска, два по четыре в проводнике. Есть тоже нюансы. Есть нюансы, ребятки, есть. Не активированные два диска у нас оказались. Так, да-да-да, у нас активация не проходит, ребятки, и она слетела. Слетела. Если мы захотим что-то сделать, увы, оно нам не дает. HDR, типа, ну, смотрим сейчас вот по настройкам дисплея. В принципе, ничего нового не вижу. Full HD-шка есть, графика там и так далее. Все, в принципе, все настройки остались такие же, как и в версии 23H2. В оконном режиме, оптимизация для игр и так далее. Ну, здесь, в принципе, и в 23-й версии, и в 24-й по играм здесь никаких проблем нет. Настройки там всякие и так далее. Здесь можно покрутить. По звуку тоже, в принципе, те же настройки остались. Ничего нового мы не увидели по сравнению со старой версией. Как бы тоже. Уведомления. Ну, это тонкая настройка, фокусировка, в принципе, оно до лампочки. Батарея. В батарее то же самое рекомендации по энергосбережению, режимы питания нету никаких, вы видите? А тут нету никаких. 23-й версии, здесь у нас все хорошо. Гибернация, она нафиг не нужна, энергосбережения тоже не надо. Использование батарейки пока что все свежее, тут никаких у нас накоплений информации нет. Так что, вот видите, некоторые окошечки у нас пустенькие и так далее. Что тут? Ну, многозадачность. Тут такое дело, в принципе, немного, немного настроек имеется для разработчиков. Если честно, сюда редко захожу, редко захожу, редко включаю, да, режим разработчика. Это, в принципе, не для нас, если мы обычные пользователи системы Windows. В панели задач правая кнопка мыши, да, вот, завершить задачу, это вот правильная штучка, ее можно включать. Очень полезная, когда у вас где-то что-то подсбаивает, вот, и так далее. И тут можно, да, тоже пройтись по, включать кое-какие настройки. Здесь правильные настройки, да, для разработчиков, можно себе позволить. У нас есть отдельное видео по вот этим настройкам. Очень хорошее, правильное видео. Судо пока включать не будем. Оно нам пока что не надо, если честно, и так далее. Так что конфигурировать своей светлой головой пока что не надо. Надо все-таки набраться правильной информации по этим настройкам, а потом уже, уже включать и пробовать. Устранение неполадок. Есть у нас такая штука, в редком исключении, она нормальная, эта функция работает, в редком исключении, якобы по звуку и так далее. Все это ерунда, если честно. Никогда вот эта вот система нормально нам не предлагала правильные решения по устранению недостатков. Немножко дальше промотаем. Надо посмотреть на восстановление, да. В исходное состояние, ой, долгая штука. С помощью центра обновления Windows, да, это можно. Параметр восстановления, тут можно поковыряться, и расширенный параметр запуска. Самый оптимальный вариант, это с помощью центра обновления Windows. Это самый оптимальный вариант, сохранение всех своих настройок и так далее. Вот это более-менее правильный вариант. Он перекочевал у нас со старой версии. Системные компоненты, ну, тут такое дело, да. Гейм-бар можно нафиг удалять, если честно. Что там еще? Ну, в принципе, остальное, как бы оно и может пригодиться. Гейм-бары мне не нужны. И на секьюрити оставляем по-любому. Что у нас еще нас интересует? Дополнительные компоненты. Давайте посмотрим, что нам предлагает якобы новая система. Вот она задумчивая такая, да-да-да, вот как бы она вот что-то там поискает, предлагает и так далее. Некоторые вот подтормаживания, да-да-да, вот как-то вот оно есть, есть, тут можно кое-что удалять, но я многим нашим зрителям не советую здесь удалять. Вот. Своей светлой головой вы тут порядок не наведете. А есть друзья тоже такие, которые, почему у меня там куча всякой висит? Я сейчас удалять буду? Говорю, я не-не-не-не, я говорю, туда-сюда лезть лучше и не надо бна. Не надо бна. Так, ну вот как-то так. Что у нас? Требуется действие, а потому, почему? Потому что у нас есть второй антивирус, и, соответственно, Defender немножко вопрос задал. Вот смотрите, вот видите, вот эти вот странные подтормаживания, странная задумчивость. Так что, если честно, общее впечатление пока что мы не ставим, правильный Сумантеховский Input Protection у меня стоит. Соответственно, некоторые нюансы могут возникать. Что у нас в итоге получается? Задумчивость, определенная, будем говорить так, расслабленность в некоторых вопросах, попадаются пустые окна, что у нас еще там есть? Ну, экран блокировки, ну, тут такое, поиграться можно. Так что, общее впечатление о Винде 24H2 рановато еще ставить на нашу рабочую систему 23H2. Первое, слетает активация. Я не знаю, чем еще можно будет все это дело поправить, с помощью каких вариантов и так далее. Второе, пустые окошечки наблюдаются, предназначенные для настройки. Определенная задумчивость в решении определенных задач и так далее, и тому подобное. Так что, попробовать можно, попробовать по-чистому поставить, тоже интересный вопрос. Найти, ну, вот это вот обновление драйверов, это тут, если они работают, зачем их обновлять? Вот. Что еще можно сказать? Сыроватая система, сыроватая система, она еще не вышла на релиз, и, соответственно, попробовать можно, поюзать можно, посмотреть можно, позапускать можно, но ставить ее полностью, как рабочую систему, вы смотрите, ну, немножко долговато, офис-то у нас запускается, долговатенько, если честно. Наш любимый сиклинер, с помощью которого мы запускаем очистку там стандартную, или реестр, подшаманить, куки-файлы, куки-сы обязательно отключайте, чтобы не снесло, реестр, подшаманить, это мы можем, хотя бы раз в месяц надо все это дело проводить. Так что, общее впечатление, система будет работать, все это дело победят по-любому, но на данный момент времени, из-за того, что наша система слетает, активация, мы ее пока что ставить не будем. Какого-либо способа я пока что не нашел, но я думаю, все у нас будет хорошо, и мы можем потом, попозже немножко накатить на нашу старую систему, новую, 24-ю версию, или, грубо говоря, позволить позже немножко Майкрософту предложить нам новую версию по обновлению. Так что, опыт у нас есть.